Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Тарасов, заведующий отделением профилактики наркологических расстройств областного клинического наркологического диспансера. Здравствуйте! Добрый день! Приближается Новый год. На Новый год, естественно, новогоднее застолье. И, естественно, главный вопрос – как на Новый год не получить какого-нибудь алкогольного отравления или что-нибудь еще потяжелее? Значит, самый лучший совет. Давайте начнем все-таки с того, что алкоголь в любом количестве является токсичным соединением, чуждым для человеческого организма. Если уж говорить совсем, чтобы было хорошо, лучше от спиртного отказаться совсем. Ну, всем, конечно, понятно, что традиции у нас, у русских людей такие, да и вообще как бы застолье, обычно без спиртного, не обходится. Поэтому мой совет – как можно сильнее сократить дозу. Как можно сильнее. Конечно, лучше до нуля. Но уж если вот все-таки желание такое есть, да и традиции соблюсти, немножко употребить можно. Конечно. Что касается смешивания разного рода напитков, потому что у нас самое главное – это шампанское, но мало ли что, люди еще купят разного рода другие алкогольные напитки, а, как водится, шампанское заканчивается быстро, нужно переходить к чему-то другому. Что по поводу смешивания? Значит, вообще-то я со смешиванием никаких проблем не вижу. Все дело в том, что разные алкогольные напитки имеют разный градус, то есть разное процентное содержание алкоголя. Но если мы будем сначала пить что-то одно, сначала, допустим, более легкие какие-то напитки, потом более крепкие, можно, к сожалению, не рассчитать дозу и получить в том числе даже и отравление. Не рассчитать дозу, ну просто перебрать, скажем, вот так, пытаться этого избежать. А вот в народе бытует очень много слухов, что нужно начинать с низкого градуса, потом идти наверх, или наоборот, кто-то говорит, что вот что начал, то и пей. Как правильно? Ну, естественно, держа в голове, что лучше не пить вообще. Но если уж вот так вот. Ничего страшного нет, всего понемножку. Значит, в чем есть тонкость, в чем есть проблема? Вот если мы говорим, что начинаем мы все Новый год все-таки с шампанского, шампанское – напиток газированный. И вот эти вот пузырьки углекислого газа усиливают всасывание алкоголя через желудочно-кишечный тракт. Соответственно, когда мы следом употребляем что-то более крепкое, всасывание резко увеличивается. Поэтому вывод напрашивается сам собой. Нужно кушать при этом. Покушать до того, до застолья. Обязательно кушать во время застолья. А вот касаемо самих алкогольных напитков, в последовательности уже значения особого иметь не будет. В любом случае алкоголь содержится больше или меньше. Так что как-то вот так. Так, получается тогда, что во время алкогольного застолья, если уж так получилось, то нужно больше закусывать. Но еще я слышал про то, что нужно больше пить воды. Так ли это? И закусывать, и пить воды. Почему так? Значит, если мы употребляем пищу, соответственно, желудочно-кишечный тракт наполняется вот этой пищей. Лучше все-таки сделать акцент на жирную пищу, потому что идет обволакивание. Таким образом, резкое всасывание через желудок снижается. Почему пить больше воды? Как я еще сказал в самом начале, алкоголь все-таки токсичное соединение. Большое количество воды, во-первых, разбавит концентрацию алкоголя в желудке, во-вторых, усилит, ускорит выведение его из организма. Таким образом, застолье будет продолжаться, его можно будет продлить. Часть людей, например, для того, чтобы не опьянеть, или с расчета на то, что утро выдастся хорошим, они принимают перед застольем какие-то разного рода таблетки. У каждого, каждому своя бабка рассказала, какие лучше пить, те, те и принимают. Правильно ли принимать таблетки, какие бы то ни было, перед алкогольным застольем? Вы знаете, это скорее на любителя все-таки. Я считаю, что все-таки алкоголь – это праздник, и какие-то изобретать ритуалы в приеме каких-то таблеток – ну просто это излишне. Лучше просто меньше выпить, если уж нет надежды на самого себя. Тогда такой вопрос. То есть купленный алкоголь, там хотя бы написано, сколько градусов, крепость и так далее. Но ведь зачастую бывает такое, что, приехав к каким-нибудь своим взрослым родственникам или к дальним родственникам, у них есть своего рода настойки. Вот как быть с этим? Значит, давайте сразу определимся. То есть настойки, мы будем говорить, что это не суррогатный все-таки алкоголь, но алкоголь собственного приготовления. Часто бывает так, что алкоголь собственного приготовления, который изготовлен в домашних условиях, может быть даже чище, скажем, не совсем качественного продукта, купленного в общей сети. Поэтому, ну как, с насторожностью относиться. Как правило, эти напитки более крепкие. Опять же, снижать дозу. Ну, опять же, поинтересоваться. Все-таки, что это за напиток, из чего он производился, как долго он настаивался. От этого и вкус будет зависеть, и удовольствие потом полученное от употребления. Допустим, вот у нас какой-нибудь нерадивый зритель найдется, не послушает главный совет о том, что не пить вообще, потом не послушает совет о том, что нужно соблюдать дозу, и с утра проснется в не самом лучшем настроении. Новый год встретит как минимум с больной головой. Что делать утром, как победить похмелье? Ну, давайте начнем с того. Все-таки не будем говорить, что это похмелье. Давайте будем называть это состоянием после употребления алкоголя. Потому что похмельный синдром – это уже признак заболевания. Все-таки. Поэтому давайте говорить, что человек здоров, поэтому он просто плохо себя чувствует, потому что немножко перебрал алкоголь. Так вот, что сделать? Самое первое. Надо сделать так, чтобы алкоголь и его продукты расщепления как можно быстрее из организма выводились. Поэтому первое. Хорошо плотно покушать. Раз. Совершенно не лежать, не отказывать себе в движении. Пойти погулять. Найти себе какую-то компанию. Заняться, в конце концов, провести на природе, на воздухе как можно больше времени. И не просто пассивно, а именно заняться каким-то активным отдыхом. Сходить на елку, сходить в гости, опять же. И ни в коем случае не употреблять спиртное до того момента, как не почувствуете себя уже хорошо. То есть спиртное можно употреблять только после того, как доза, которая была принята накануне, полностью расщепится. Так вреда для здоровья будет гораздо меньше. Но вот по поводу завтрака. Ведь с утра в таком состоянии не лезет абсолютно ничего. И об этом даже обыгрывалось в фильме «О чем говорят мужчины», где они говорили, что с похмелья тянет на какую-нибудь дрянь, какую-нибудь жирную, какой-нибудь беляш. Есть какие-то предпочтения по завтраку? Что вот если завтракаете, то лучше цитрусовые. Если завтракаете, то лучше как раз-таки жирная. Скорее нет. Здесь, когда уже речь идет о следующем дне, здесь нужно больше жидкости. Больше жидкости. Очень будет неплохо, если в организм будет поступать такое значительное количество аскорбинки, аскорбинговой кислоты. Поэтому вполне приемлемы цитрусовые. Ну и метаболизм. Включить метаболизм. Выведение. Отсюда я уже сказал, что все-таки активность. Должна быть физическая активность. И вот все это вместе вкупе быстро тянное состояние снимет. Хорошо. С первым днем справились. Но, как водится, новогодние праздники – это не один день. Новогодние праздники – это у нас перспектива. И зачастую 1 января встречаем в кругу семьи. 2 января позвали какие-нибудь другие родственники. 3 января – к друзьям. 4 января – как с такой вот, уж простите, алкогольным забегом справиться? Что делать в таком случае? Видите ли, да, собственно, и проблем-то никаких нет. Я уже этого вопроса коснулся. Значит, первое. Не употреблять алкоголь до того момента, как не почувствуете, что доза, которая была принята до этого полностью, так сказать, утилизирована, выведена. Значит, опять же, употреблять очень умеренно. Вообще-то принята так называемая однократная доза в 10 миллилитров, если я не ошибаюсь, чистого спирта. Вот не превышать за один прием вот эту вот дозу. И, во-первых, ну, конечно же, обильная закуска. Тоже опять мы об этом говорили. Не должно быть сразу за короткий промежуток несколько вот этих принято доз. То есть, должно быть это размеренно, как бы растянуто во времени. Опять же, возвращусь к тому. Безопасных доз нет все равно. Любая доза алкоголя токсична. Но если употреблять умеренно, если организм, так сказать, компенсаторные возможности организма подключатся, то вреда для здоровья мы не причиним. Сколько бы это дней не продолжалось. Мы с вами вот расписываем такую картину, где у нас новогодние праздники отмечают. Ну вот, по крайней мере, я себя так вижу, что новогодние праздники у нас встречают здоровые люди. Все-таки алкоголь, он противопоказан многим категориям людей. Вот давайте поговорим об этих противопоказаниях. Кому лучше воздержаться, скажем так, от обильного приема алкоголя? Кому не стоит устраивать вот такие новогодние забеги, о которых мы только что поговорили? Значит, первое, самое первое, сердечно-сосудистая патология, любая. Особенно обратить внимание с гипертонической болезнью. Отказаться. Здесь без вариантов. Значит, второе, обращу внимание, заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как, может быть, хронические инфекционные гепатиты. Отказаться однозначно, потому что печень, как лаборатория организма, по ней всегда идет основной удар, то есть она обезвреживает алкоголь. Если и так есть такое заболевание, еще, допустим, его усугубить, ну, последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Отказаться полностью. И, конечно же, полностью отказаться лицам, которые какие-то проблемы с алкоголем имели. А что с пометкой с осторожностью? Есть ли у нас категория людей, которым нужно как раз-таки подходить к такому новогоднему заветку с пометкой осторожнее? Ну, прочие заболевания, скажем так. То есть, допустим, ну, возьму так вот, ну, дефицит веса, да, допустим, человек, ну, несколько имеет дефицит массы тела, да, то есть ему сложно будет рассчитать дозу, просто наступит опьянение. А опьянение – это что такое? В первую очередь растет риск травматизма, потому что люди в новогодние праздники выпивают, выходят на улицу, гуляют, опять же, как я рекомендовал, да, то есть взрывают петарды. А алкоголь ведь все-таки является психоактивным веществом, человек чувствует в себе какие-то особые возможности, которыми реально не располагает, поэтому может быть повышен травматизм. Ну, что еще? Ну, прочие заболевания. Вообще ведь алкоголь на все органы и ткани действует. В принципе, при любом хроническом заболевании лучше алкоголь сократить полностью или полностью отказаться от него или сократить до минимальных символических доз. Чем можно заменить алкоголь? То есть, ну, кроме очевидных, может быть, есть какие-то такие вот специфические советы? Ну, что ж, во-первых, уж если мы, опять же, хотим очень сильно соблюсти традиции, да, и все-таки, ну, вот, ну, никак мы не хотим отказаться ни от вина, сейчас продается в сети, в розничной, сейчас есть безалкогольные винные напитки, безалкогольное вино. Пожалуйста, вкус практически ничем не отличается, алкоголь не содержит. То же самое могу сказать про безалкогольное пиво. Уж если кто-то вот очень сильно любит данный напиток, безалкогольное то же самое продается. А так вообще очень полезно для здоровья свежевыжатые соки, морсы домашнего производства, да и вообще, в общем-то, любые напитки, которые не влияют, так сказать, на функции организма, богатые витаминами. Ну вот, возвращаясь немножко к запугиванию рязанцев, а есть ли какая-то статистика, вот может быть, за прошлый год, сколько людей перепили настолько, что уже приходилось обращаться на медицинскую помощь к вам в центр? Есть в статистике достоверный показатель алкоголизации населения. Этот показатель является уровнем первичных алкогольных психозов. Да, понимаете, о чем я говорю? То есть, это уже острое состояние, связанное с употреблением алкоголя. Так вот, если мы возьмем статистику за последние три года, мы видим стойкое снижение данного показателя. То есть, количество алкогольных психозов снижается. Соответственно, вообще уровень алкоголизации населения региона тоже снижается. Если мы сейчас будем говорить с вами конкретно о новогодних праздниках, вы знаете, ну не видим мы особенно никакого наплыва сейчас пациентов вот после этих праздников. То есть, мы как-то работаем в единой такой стабильной конве. То есть, есть пациенты, да, и районные, и рязанские, но вот сказать, что прям их количество резко увеличивается наобразно, нет такого у нас. Активно работает наша профилактическая система в нашем учреждении, да и не только, которая… Профилактика. Очень важное, очень большое внимание сейчас уделено профилактическим мероприятиям, поэтому люди уже знают и, конечно, пьют меньше. А вот говоря о профилактике, что это за работа? Можете рассказать подробнее? Да, конечно. Мы разъясняем населению, вот рассказываем о вреде, если мы про алкоголь говорим, да, то есть о вреде алкоголя. Притом, как бы у нас отдельные программы, направленные на разные категории граждан. То есть, мы начинаем работать со школьниками, то есть, выходим в школы, проводим лекции, семинары, тренинги со школьниками, рассказываем, показываем, к чему может привести употребление алкоголя. Да, также мы выходим в трудовые коллективы, беседуем в трудовых коллективах. Очень большая работа ведется. То есть, мы ее не оставляем, она у нас идет постоянно. И давайте под конец нашей программы суммируем те советы, которые можно дать рязанцам. То есть, первый и главный совет, я тоже его произнесу, это отказаться от алкоголя. Вот. Что в остальном, если не удалось, если заточили за стол? Значит, если не удалось отказаться, первое, употреблять алкоголь можно маленькими дозами, растянуто по времени, очень должна быть хорошая закуска, обильное при этом должно быть питье. И, как мы уже с вами побеседовали, на следующий день физическая активность. Физическая активность, нагрузка и не употреблять алкоголь, ну, скажем, до вечера. До того момента, как не почувствует человек себя совсем хорошо, чтобы алкоголь полностью был расщеплен в организме. Андрей Владимирович, спасибо, что встали сегодня нашим гостям, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.